Итак, друзья, фактически сверстником Дарьи Александровны Мутовиной. Третий мой сотрудник, его можно так даже назвать, Павел Троценко, 26 лет. Эх, молодость. И он сказал, да, подтверждаю, мы будем делать новую серию. Для него, для Дарьи, он тоже молод, особенно для детей школьного возраста. Я придумаю название. Дети должны расти в садах. Обратите внимание именно на детей. Но это не значит, что я буду им рассказывать, чем песик отличается от печинки. Это будет просто рассказ детский. Можно показать детям настоящий сад. Сейчас я решил так. Пройдемте по этому саду еще раз, только по одному году. Это 2016 год. Дело в том, что я сейчас обращаюсь к родителям детей и к дедам, бабушкам. Садите возле экрана внуков. Постарайтесь заинтересовать. Очень вас прошу. Хотя бы основа. Мы будем акцентироваться на детском восприятии. Просто пройдемся по саду. Пройдемся по саду. Пройдемся по саду. Вот она, жердель. Вот это то самое дерево. Видите? Был год неудачливый. Единичные плоды висели на крупноплодных сортах. Обильно, практически как на этой фотографии, у меня плодоносили только два дерева. Патриарх и жердель с Мелитополя. Как оказалось, что она по морской кисти превзошла даже сыновей Манджурса. А вот так. Она привита на Манджурса. Это гибрид. Вот поэтому она и дала самый неудачливый год, 2014. Попробовали плоды, восхищались. А урожайся был такой слабенький культурных абрикосов, что я им давал по одной плодику каждому. По одному. Попробовали, вежливо покивали. Да, сладкий, великолепно. И вот они идем и мимо вот этого жерделя, а под ним лежит ковер. Сплошной ковер. Плодов сброшены, которые ждут в своей участи, когда перегниют. И мы их не едим. Для нас они кисло-сладкие. Кто-то обнагнулся, сказал, сейчас я... Можно. Еще спросил разрешение. Я говорю, конечно, ешьте сколько мне есть. Распробовал, говорит, вкуснее не едал. Ну, ничего себе. Это так же, как белый налив для ростовчанина. Я же рассказывал. Оказалось, что он житель Ростова и прекрасно разбирается в Садоводске. Сказал, что лучше вкуснее белого налива у Железова. Он почему-то был окрашен розовый немножко такой красивый, розоватый получился. Ну, кто-то его немножко испортил из соседей. И вот попало, что 12 человек, кто пробовал вот эту самую жердель. Видимо, все были с пониженной кислотностью. Все распробовали, я устроил голосование. Что вкуснее, королевский или жердель? Я был в шоке. Один я за королевский, а 12 человек оказались, сказали, что она вкуснее. Я понял, что Бог послал меня это чудо. Второе по урожайности, второе по морозостойкости в моем саду. Фильм посвящен детям. Хочется, чтобы все дети-то имели хотя бы... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Четок 15 лет. Что они знают, а? Сами понимаете. Их никуда, ничему не... Школа никогда не ставила целью учить их. Никогда. Им нарожать скоро, тем, кто заканчивает школу. А кто их научил домоводцу? Кто их научил рукоделию? Кто их научил псу парить? Кто их научил детей нячить? Да что же это за школа-то такая? А синусы-косинусы, логарифмы... Эти фотографии делались в 2016 году. И о хорошем, и о плохом. Вот видите, обрезка дебилная. Результаты обрезки. И вот мы с вами будем отходить по саду. Уже как бы пусть виртуально, но... Никто из 15-летних детей, из 12-летних сам не сядет смотреть. Поэтому мы с вами должны их сделать нормальными. Стоит только увлечь этим. Увлечь. Ведь можно увлечь. Можно. Видите, как перемежается. Дебильная технология с настоящей технологией. Садистская технология с садовой технологией. Неужели вы не хотите, чтобы они ели шелковицу? Знаете, какое-то чудо. Вы знаете, когда я был маленьким? Единственное дерево. На край деревни никто его не опылял. Дерево мощное. Урожай сумасшедшее. Каждый год ковром. Ели свиньи, ели утки, гуси. Мы дети. Она была черная. Она была перепачканная с ног до головы, как в чернилах. И мы не ели ее. Мы жрали. Ведь можно увлечь детей. Можно. Ведь были кружки ботаников. Каждый двадцатый ребенок был нормальный хотя бы. Сейчас просто им некуда деваться, кроме этих самых дебильных передач по интернету. А пока я прощаюсь с вами. До свидания, друзья. До следующей встречи. Я надеюсь, с вами еще долго не расставаться. Ради детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова